Алексей Сорокин родом из Барнаула и со второго класса не расстается с шахматной доской. Спустя пару лет выиграл чемпионат России среди юниоров. И уже там барнаульские тренеры стали думать, может быть это наш первый гроссмейстер в крае? И они не ошиблись. Первые шаги к высокому званию Алексей сделал, когда удачно выступил на международных турнирах и обыгрывал там как раз-таки опытных гроссмейстеров. Дважды это случилось за сборную России и вот третий раз участвует в Чехасе. Победа и почетное звание. Конечно я очень рад. Гроссмейстер это высшее шахматное звание, выше уже некуда. И я счастлив, что я стал первым гроссмейстером в Алтайском крае, из Алтайского края. Но с другой стороны сейчас немного непонятно, какие дальше ставить цели в шахматах, потому что больше званий нет. Но буду продолжать заниматься и постараюсь хорошо играть. После переезда в Техас Алексей некоторое время не играл в шахматы. 24 на 7 грыз гранит науки на факультете информатики. После того, как обустроился вдали от родины, возобновил тренировки. По словам президента Федерации шахмат Алтайского края Артема Паломожного, Алексей всегда много работал и это дало свои результаты. Кстати, в Техасском университете есть сборная команды по шахматам. В ней состоят спортсмены из Мексики, Африки и Европы. Но сильнейшими считаются игроки из России и Украины. Назревает вопрос, почему топовые шахматисты уезжают из своей страны? Ответ простой. Условия. Например, в США есть команды гроссмейстерского уровня. От этого и высокая конкуренция. Вернется ли Алексей на родину, пока не знает. Учисто еще 2,5 года. Не определился парень пока из профессии, но точно знает, что шахматы будут с ним всегда. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.